Для работы с админкой WordPress с мобильного устройства можно использовать браузер. Но приложение куда удобнее, согласитесь. Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Особенно, если это официальное приложение от WordPress.org. А такое есть и сейчас мы на него посмотрим. Итак, приложение бесплатное, как собственный сам WordPress. Более 10 миллионов установок это, конечно, достойная цифра. Пока устанавливаю, скажу, что может не заработать. Либо вообще, и тут могут быть проблемы с кривой установкой WordPress, нестандартной. Но даже при стандартной установке все равно может не заработать, поскольку хостер блокирует запросы пост. У вас это будет написано. Но и после разблокировки у хостера, а для этого им нужно писать, благо делают они это быстро, все равно может не заработать. Поскольку уже у вас в htaccess могут быть заблокированы XML RPC запросы. У меня были заблокированы. Сам я этого не делал. Думаю, это комплексная защита от VP Security. Предполагаю, что именно этот плагин у меня внес запись в htaccess. Ну, в общем, в нем нужно либо удалить, либо закомментить вот эти строки, касающиеся XML RPC. Поэтому вот этот шаг самый сложный. Чтобы просто ваш сайт нашелся и если вы дойдете до этого экрана, вам повезло. Потому что дальше все предельно просто и рассказывать особо не о чем. Вводите логин-пароль от админки и переходите на сайт. Что тут есть? Например, настройки сайта. Вот это все. И уже из одного этого можно сделать вывод, что WordPress Mobile это не клон админки WordPress, а все-таки предельно упрощенная версия, созданная для работы с контентом и комментариями на сайте. Ну и, наверное, логично. Хотите что-то серьезное поделать? Это десктоп. Из WordPress Mobile вы можете посмотреть, например, записи и отредактировать их. Как собственно текст, то есть редактируете, нажимаете обновить и обновить сейчас, так и настройки записи. Что точно может быть востребовано с мобильного устройства. Поскольку даже редактировать текст не с десктопа это как-то не камильфо. Только в крайнем случае. А вот изменить, например, статус, рубрику, добавить метки. Это все вполне можно делать в метро или в кафе. Также можно поменять изображение записи. И цитату. После внесения изменений не забудьте обновить запись. Ну вот, вроде все изменения внесены. Кроме редактирования можно создать страницу или запись. Не думаю, что кому-то захочется делать это с мобильного, в силу явных неудобств даже копипаста, но в экстренном случае возможность такая есть. При добавлении нового блока можно выбрать вид блока. Все основное, гутенберговое, тут есть. Вот, например, вставим изображение. Опять же можно зайти в настройки и поменять правила публикации, метки и так далее. Ну и наверное все. Есть закладка медиа, куда также можно добавлять фотографии, но не думаю, что это понадобится. И в текст статьи и в превью на сайт изображение добавляется напрямую с устройства. Но если вдруг понадобится, нажимаете на плюсик, загружаете изображение. Тут есть статистика, но для ее просмотра нужно установить Jetpack. Устанавливать не будем, это тема для отдельного видео. Я, честно говоря, не пользовался этим плагином. Не знаю, насколько оправдана его установка ради сбора статистики. Я вообще не вижу смысла пользоваться что-то, кроме Google Analytics. Ну и здесь вы можете добавить еще один сайт в свой аккаунт WordPress Mobile или наоборот удалить существующий, если нажать на название и подержать. Но имейте в виду, что после удаления заново добавить вы его не сможете. Сам факт удаления где-то так глубоко заседает в кэше, что нужно сначала очистить данные, потом удалить приложение, потом перезагрузить телефон, потом заново установить приложение и только потом вы сможете заново добавить сайт. До этого он будет писать, что сайт не работает на WordPress. По крайней мере у меня так было. Так, ну и кроме работы с контентом сайта, тут есть читалка и уведомления. Уведомления также не работают без Jetpack. Ну и читалка, на мой взгляд, не совсем рабочий инструмент. Вы подписываетесь на какие-то темы, вам выкидывают подборки публикаций, но очень странных публикаций. Что-то из блога WordPress.com, что-то вообще непонятно откуда. Если вам нужен агрегатор новостей, а это по сути оно, установите лучше Fiddler. Ссылка на скринкаст в описании. Но в целом про приложение нужно знать только то, что оно есть. Ну и то, что с установкой могут возникнуть проблемы, но они разрешены. В остальном, в принципе, тут все так же, как и веб-версия админки. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.